Ребята, всем привет! Модест Петрович Мусоргский – русский композитор, член могучей кучки, который оставил нам огромное творческое наследие. Но некоторые вспоминают его фамилию, лишь взглянув на один знаменитый портрет, который, кстати, иногда висит даже в учебных музыкальных заведениях. В этом видео я расскажу об истории написания данного знаменитого портрета. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Мусоргский умирал. Об этом знали многоопытные врачи Николаевского морского госпиталя, отмечая оттенки лихорадочного румянца. 5 марта 1881 года к композитору пришел Илья Ефимович Репин. Мусоргский ждал друга. Он сидел в кресле, вышатой косоворотке и халате, привезенном Мусоргскому женой Цезаря Куи, Мальвиной Рафаиловной. Картина была написана за 10 дней до смерти композитора, в госпитале, за 4 сеанса. У Репина даже не было Мальберта, писал чуть ли не на коленке. Особая проникновенность портрета обусловлена тем, что меньше всего в своем состоянии Мусоргский мог позировать. Репин не льстил. Красные носы и круги под глазами недвусмысленно указывают на то, что именно сгубило его талант. После похорон Стасов прямо с панихиды примчался на выставку, чтобы поторопить экспозицию портрета. Не было рамы. Решили затрапировать холл с черным материалом. С первых мгновений все, кто видел портрет, потрясенный сотворенным, в один голос трубили Славу Репину. Третьяков позже прислал телеграмму, извещающую о том, что он просит оставить портрет за ним. Модест Петрович Мусоргский был похоронен в 1881 году на Тихвинском кладбище Санкт-Петербурге. В период 1935 по 1937 годы площадь под Александро-Невской лаврой была расширена и линия кладбища была перемещена. Советское правительство, однако, перенесло только надгробие на новое место, а могила была покрыта асфальтом. Захоронение Мусоргского сегодня вовсе не под его надгробия, а под автобусной остановкой. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!